Беги, Тёма. Я ещё посижу немного и приду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Техник вызывает станцию. Приём. Станция слушает. Приём. Ох ты, Динка. Ох, как я, оказывается, соскучился. Приём. Ты за этим и вызывал. Приём. Ну, нет. Я же не знал, что ты на радио. Я чего сказать хотел. Возвращаюсь уже из Нижнего. Как у вас там ничего варши в Чебоксарах? Приём. Ну как? Фон повышенный. А так, как обычно, ничего. Приём. Понял, Дина. Ты сегодня не в настроении, а тут есть что рассказать. Они тут с войной своей подвязали и вообще... Ладно. Как вернусь, поговорим. Приём. Не выдумывай. У нас тут просто тоже новости, так что давай скорее, а то всё интересное пропустишь. Ха-ха. Да ясно. Тогда я бегом. Конец связи. Удачи, марафонец. Конец связи. Аббас, возьми трубку. Аббас, ты там. А, Димон, чего ж, Миш? Я что, как мальчик должен стоять и вызов ждать? Сам виноват. Фиг ли было эту чистоту выбирать? Тут же на постой к общек этот лапшу на уши решит. А, ну это ты не беспокойся. Уже не вешает совсем. Как это? Я думал, что раз туда баранов столько валит и не возвращается. Это заевшая пластинка и не заткнётся никогда. Ну, видно, один баран-таки куда-то добрался и пластинку эту сломал. Ха-ха-ха. Ну да, конечно, сломал. Что бы там баранов этих на завтрак с обедом не жрало, Оно, небось, просто доелось и решило передохнуть передушиным. Может быть. Ну, а сейчас можем говорить тут, и никто не узнает. Ну, это да. Так за что ты обсудить хотел? Ты слышал про большой сбор, да? Слышал. Самого понятно не звали. Вот, сижу, жду. Кто из двух бугров решит мою бригаду нанять? А ты как? Я тоже так, да. Люди мои засиделись все. Сейчас наш шанс реально бабла поднять, клянусь священным пламенем. И есть у меня идея, как насчёт скооперироваться. Ха-ха, хорошая идея. Разборки с тобой мне точно больше не нужны. Ха-ха-ха-ха. Мне тоже, мне тоже. Колено до сих пор болит. Ты что, по рукам, брат? По рукам. Детали надо лично обговорить. Серьёзные дела любят тишину. А тут нас хоть и не должны подслушать. Да, понимаю. Завтра у развалин ресторана. Пойдёт? Пойдёт. Значит, завтра, Аббас. Конец связи. Ракмед, брат. Конец связи. Надеи, сёстры. Собака-барон, мёрт. Весь Мунай-Байлер не знал теперь, что делать. Настал наш день. Бей, нефтяной собака. Кто как может. Бей и приходи, где был вышка ворон. Приходи к нам. Бери оружие. Долго выслужил собака. И что, за это получал? Ничего. Только попой, смерть и священный пламя. На это пламя я, тьфу, плевал. Пора прогнать всех Мунай-Байлер с нашей земли. Совсем. Теперь весь земля, весь нефть, весь еда будет наш. Смерть нефтяной собака. Я вижу, как волны сбивают в мире. А мы джон все в лучшем виде, Артем. Это с вами. Молодцы! Молодцы! Давай! Молодцы! Больше страны! Ой, ну рассмешили! Артем, садись ко мне поближе. Артем, садись скорее! Краснодар, краснодар, выбивка греется! Что я пропустила? За прощение! Их удивительный танец. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и четыре тысячи километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в двух днях пути оттуда, с чем я вас всех и поздравляю. Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца! Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня клянусь любить тебя в горе, и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не развлечилась у нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Что за тобой? Аня, что с тобой? Осторожней, осторожней! Аня, держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой, Аня? Что накажет так? Катя, ну сделай же что-нибудь! Не толпитесь, ей воздух неужел. Вон хор! Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямонтау, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Все нормально, Артем. Иди, все хорошо. Что-то мне боязно. Старик, похоже, рвет и мечет. Да, устроить сейчас Артема выводит. Ну что, зятек, что делать будем, а? Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу стало. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вынешивались, но что случилось? Они кровью закашляют. О, Господи. Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на тверкулез, похоже. Ну, и вот и мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав, что тогда может лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражения газами, токсинами. Я проверю мамину записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Радиальных это край света. А в Новосибирск? Ну, тысячи две будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, ты и меня. Бедная. Понимаю теперь, чего она в последнее время чернее тучи была. Представляю, как себя накрутило. В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину, к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там. Если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого съемантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так. Тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. За вас! Красотища какая! Легко! Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхи, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Классно, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Да, уж точно. Пора вернуть эту землю себе, и вот еще что. Сюрпризы, как на мосту, и в Ямонтау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку над резине. Артему в помощь нужен доброволец. Я! Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алеша собрался долину проверять на предмет наличия там местных амазонок. Отлично! Значит, решено. Эх, завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья, и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник. Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. А с братиком можно играть в спарту и спецоперации. Брось, Степан. В спецоперации бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Старый я, Настенок. Неправда! Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты и есть. А у моей Ани такой умницы нет. Папа. Что, Папа? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. С тринвез двух рук. Я могу плавить костю хотеть. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ладно, в Москве-то. Согласен, тьма, туберкулез, крысы, мутации. Но тут-то... А? Все, Пап. Обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно. За детей. За детей. За детей. Ничего себе. И еще один нос. За новую колонию пусть она растет и процветает. За новую колонию. За новую колонию. Хорошо пошла. И ждет женщин побольше прибилось. Алешка, ты как всегда. Да не волнуйся, Алеша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди. И, уверен, тоже выжили. Но если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Но как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И, может, даже что-то придумаем. Это да. Залюбай! Залюбай! Хорошо. Артем, теперь твоя очередь. Покажи глаз. Ох и духота тут. И дарите ее дышку, тебе скажу. Артем, садись ко мне. Садись ко мне. От ноября. От ноября. Дарите ее дышку. То да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Степа, сыграй еще что-нибудь! Степан, давай-ка еще раз тур от Борисовича. С удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, привет, Артем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, братка, напугала нас всех анюта твоя. Ну, а ты и не переживай. Оно, конечно, на чахотку похоже. Ну, а Катюха лекарь правильный. Так что на ноги в два счета поставь. Да, и впереди, наконец, что-то путное. Река, лес. Вот наша ядроэлектростанция. Да, интересно уже глянуть. Их еще не чинил. Так что все путем будет, Артем, почти переживай. Скоро-то живем по-русски. Вы сами детей споражаете, а? Поражаете уже, брат? Ну, понятно, в Москве вас нельзя было радиация. Но в долине это же самое оно. И Степан с Катей поцелят. Теперь же на законных основаниях. Ха-ха! В колонию заселять надо. Все как надо сладим. Народ у нас укастый. А что самое главное с головой все. К таким и другим добрые люди в охотку приходили. Ну, и еще важно, если ублюдки какие сунутся, мы врага мигом обломаем с такими-то бойцами. Ну, понятно, что давимой тут поверек сначала надо. Ну, помни, дело в таком. Ну, а тут дело привычное. Мы снова не справимся. Все, по-моему, еще что-то сыграешь. Как правило. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так Субтитры produces шансы. Артём, я тут сказать тебе хотел, но всё случая не было. Помнишь, Аня спрашивала, не хочу ли я остаться? Хотелось бы, конечно. Это же мой народ, хоть родственников я так и не встретил. Да и сволочи ты в бандитской там ещё много остался. Но барон мёртв. Теперь пюль сможет повести народ за собой. Ведь люди увидели, что этих тварей можно бить. Можно и нужно. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать её своими руками, чтобы никогда никому её больше не отдавать. Но главное сделали мы. Ты сделал. Я этого не забуду, Артём. И надеюсь, когда-нибудь отдать этот дом. Я бракмэр. Я бракмэр. Я бракмэр. Я бракмэр. Продолжение следует... Но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...